Россию вынудили открыть второй фронт. Сергей Савчук на РИА Новости за 26 марта 2024 года. Но прежде чем продолжить, хочу поблагодарить Светлану за повторный перевод в поддержку моей работы. Огромное сердечное спасибо остальным. Напоминаю, что мой канал существует только на ваши пожертвования и нуждается в помощи. А также напоминаю, что изменились реквизиты. Будьте внимательны. Поехали. Неоспоримая прелесть публицистики заключается в возможности вести долгие наблюдения и на основании увиденного выстраивать понимание текущих глобальных процессов. Прямо сейчас в столице экзотической Ямайки проходит сессия Совета международного органа по морскому дну МОМД. Сей регуляторный орган малоизвестен широкой публике, хотя на него возложена немаловажная функция соблюдения положения Конвенции ООН по морскому праву, а именно законное разграничение морского и океанского дна, которое международное право определяет как наследие всего человечества. И вот под самый занавес сессии российский дипломатический корпус запустил в сторону США официальную торпеду Демарш. Москва официально отказывается признавать любые притязания Вашингтона на новые территории в Беринговом и Чукотских морях. Это ответ на еще декабрьские действия администрации Байдена, которым сложно дать иное определение, чем надругательство над нормами права и открытый грабеж по праву сильного. Напомним, под самый занавес уходевшего года на сайте Белого дома в рамках программы развития национальной энергетики была опубликована карта, на которой американцы добавили громадные площади к своим территориальным водам и шельфовой зоне. Относительно небольшой, по сравнению с уже признанным шельфом, кусок прирезали на западе. Значительно большие участки внезапно были объявлены собственностью США в Мексиканском заливе и на протяженной дуге от Южной Каролины до штата Мэн. Но самое большое удивление международного сообщества, а особенно России и Канады, вызвал северный участок вокруг Аляски. Выяснилось, что Вашингтон решил наложить лапу на изрядный кусок морского дна западнее острова Святого Лаврентия в Беринговом море и уж совершенно неприлично громадные территории в море Чукотском. Как несложно догадаться, Соединенные Штаты не утруждали себя такими незначительными мелочами, как направление в Комиссию ООН по границам научных материалов, доказывающих, что с геологической точки зрения обозначенные области действительно являются естественным продолжением континентального шельфа. Этот факт через несколько дней после публикации пресловутой карты засвидетельствовал полномочный представитель упомянутой Комиссии ООН Эстевао Махаджане. Просто для сравнения добавим, что Россия еще в 2015 году направила в ООН юридически обоснованный запрос на включение в зону нашего шельфа за границами территориальных вод участков морского дна в районах Хребта Ломоносова, котловины подводников, поднятия Менделеева, южной дуги Хребта Гакеля и части зоны Северного полюса. ООН в рамках действующей процедуры рассматривает обращение уже почти 9 лет и совершенно непонятно, когда будет принято решение и каким оно вообще будет. Все происходящее – это, наверное, уже стотысячное наглядное подтверждение запредельно циничной и откровенно гангстерской политики США, в рамках которой Белый дом под угрозой санкций, а то и прямого военного вторжения, требует у всех соблюдать норму международного права. При этом сама Америка подобными пустяками себя не обременяет, берет что хочет, ну или, по крайней мере, пытается застолбить за собой исключительное право на будущее. Любые юридические процедуры Вашингтон принимает во внимание только в том случае, если они способны вынести выгодные для интересов США решения. Все прочие демонстративно игнорируются. В апреле 2020 года тогдашний президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Соединенные Штаты отказались ратифицировать соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, что автоматически означало отказ от признания спутника Земли достоянием всего человечества. Вашингтон, не моргнув глазом, отказал всем прочим государствам в каких-либо правах, возложив на себя исключительные полномочия по коммерческому исследованию добычи и использованию ресурсов космоса. Подписание документа вызвало волну шуточек и анекдотов, но смешно это будет только до того момента, когда человечество решит технические проблемы и наладит регулярные полеты за пределы геостационарной орбиты. Вот тогда ребром встанет вопрос, какое право будет доминировать в космосе, точнее говоря, какая из заинтересованных и наиболее близких к решению вопроса сторон США, Россия, Китай и Индия смогут отстоять свои интересы силой или угрозой ее применения. Сейчас, в том числе в западной прессе, много говорится о закате Соединенных Штатов как трансграничной империи и политической доминанты. Возможно, это действительно так, не беремся судить. При этом нельзя не отметить, что в последние годы Белый дом окончательно перестал имитировать соблюдение процессуальных норм международного права, перейдя к открытой политике грабежа всех и вся. С исторической точки зрения это может действительно быть признаком разложения американской элиты, все более погружающейся в тени та коррупции и импотенции, но осознающей утерю своего международного влияния. При этом существует и альтернативная оценка. Согласно ей, Вашингтон окончательно уверовал в собственную неподсудность и неуязвимость, чему способствует достаточно мягкая контрполитика Москвы и Пекина, избегающих прямой военной и экономической конфронтации. В эту конву четко укладываются, например, недавние учения «Арктический рубеж», которые в Норвегии проводили военнослужащие 11-й воздушно-десантной дивизии США. Она была сформирована на Аляске в 2022 году на базе трех бригад и никто не скрывает, что полем ее действия являются полярные регионы, равно как не скрывался и замысел последних учений, а именно отработка действий на арктических маршрутах. С учетом того, что в мире существует только один подобный маршрут – Северный морской путь, намек более чем толстый. Какие цели преследует Вашингтон – тоже секрет Полишинеля. По оценке Геологической службы США в недрах самовольно присвоенных регионов находится порядка 83 миллиардов тонн условного топлива. Чтобы не вдаваться в подробности, просто скажем, что это очень много. И обладание такими ресурсами позволит штатам и дальше сохранить лидерство на глобальном рынке углеводородов, что в переводе означает прямое воздействие на мировую экономику и при необходимости шантаж энергодефицитных игроков, самый наглядный из которых Евросоюз. Ставки на большом геополитическом столе непрерывно растут, а фишками на нем выступают Украина, Тайвань и триллионы кубометров арктического газа. Сергей Савчук. Россию вынудили открыть второй фронт.